Склад живет по-хорошему, ну, жить там 20-30 лет, да, и сейчас закончится первый срок аренды 5-6. Склад будет сдаваться опять. И кто знает, может быть, именно в тот момент сейчас пустое поле превратится вот как раз в этот миллион квадратных метров складов. Я считаю, что сейчас рынок стал более грамотным и со стороны девелоперов, и со стороны арендаторов, что немаловажно. Эксплуатация, кстати, да, очень важна, потому что если на начальном этапе переговоров основные, скажем так, арендаторы фокусировались на каждом долларе в арендной ставке, в базовой арендной ставке, то потом постепенно также арендаторы поняли, что операционные платежи, которые на порядке 30% составляют потоки денежном, также важны. И, собственно говоря, это тоже очень серьезный такой пункт, который также нужно обсуждать на берегу. Стоимостью складской обработки в пользу хранения, то есть хранение составляло там 70% от общего счета, а 30% от стоимости обработки. То сейчас это соотношение обратное. Сейчас на хранение приходится, грубо говоря, одна треть, на складскую обработку две трети. Ну, по крайней мере, 50 на 50 не хуже. За этот период поняли, что хорошего, что плохого. Универсальный мульти-температурник – это очень неудобно, да, потому что потребность у всех очень разная. И пропорции зон в бизнесе необходимых, да, с разным температурным режимом, очень разная. Горятость того, чтобы построить спекулятивный склад, то, что на нем будет часто и достаточно низкая. То есть есть единичные объекты, есть, конечно, объекты, построенные среди компаний по социализации, есть какие-то проекты у девелоперов, есть опыт строительства под заказчиками, есть опыт адаптации сухих складов в какие-то температурные вещи. Но системных инвестиции, вот именно в этот сегмент, мы, вот так, консультанты не видим и, в общем, не видим даже того, чтобы какой-то был такой досрочный прогноз, который мы могли сделать, что вот сейчас там пойдет масса. Для нас, как потребителя, скажем так, идея очень интересна, получить даже в краткосрочной перспективе 9 месяцев, 12 месяцев готовые решения, чтобы развиваться с рынком и предлагать нашим клиентам, которые с нами уже работают в Европе и в мире, возможность работать в России. Редактор субтитров А.Семкин